уважаемые водолеи всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 10 по 16 мая включительно что ждет вас в этот период расклад подойдет и женщинам и мужчинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу так как расклад общий по каждой карте я стараюсь давать максимум из того что я вижу а вы для себя берете только то что подходит под вашу жизненную ситуацию и не спешите делать выводы на начало просмотра дождитесь все-таки завершения этого периода для того чтобы вы смогли сравнить и тогда уже делать окончательные выводы сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него получите ответ да или нет в конце чтения основного вашего расклада карта которая останется на самом дне колоды и ответит на ваш вопрос ее как правило я рассматриваю самую последнюю в самом конце поэтому запаситесь терпением напоминаю что этот таро прогноз вы можете смотреть как по асценденту для тех кто его знает и также по солнечному знаку по основному знаку гороскопа и то и другое правильно резонанс может быть в двух знаках одновременно колода готова кому нужно больше времени на то чтобы загадать свой вопрос желания ставьте на паузу а я продолжаю на стол в произвольном порядке поспешила выпасть карта старшего аркана императора а это говорит о том что многих ждет стабильность и удача то что касается женщин водолеев то здесь во многом вам будет помогать мужчинам и так колода готова император дал нам предварительную информацию и мы с вами приступаем обратите внимание снова я перетасовала колоду и император вошел первым в ваш расклад уважаемые водолеи все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению предварительно на стол сама собой выпадала карта императора и вот она первой входит в ваш расклад а первая карта отвечает за основные события за ваши мысли за ваше настроение за ваш общий запас энергии для мужчин карта просто великолепно она говорит о том что вы уверены в себе вы знаете себе цену вы умеете зарабатывать и от вас вашей жизни многое зависит при том по этой карте вы способны организовать жизнь еще других людей которые рядом с вами многие из вас по этой карте могут занимать руководящие посты вы однозначно а лидеры по натуре вы в личности свободолюбивые и независимые вы стремитесь все время к тому чтобы быть лидерами уже на начало этого периода многие из вас точно знают чего хотят и как это сделать то есть эта карта практичного ума и правильных действий если говорить о женщинах то вашей голове может быть такой мужчина которого я описала это может быть ваш супруг это может быть кто-то из внешнего мира но от этого мужчины что-то зависит в вашей жизни и забегая немножечко вперед скажу сразу что не от одного мужского лица что-то будет зависеть периоде этой недели если говорить о мужчинах то рядом с вами тоже может быть друг коллега начальник это может быть кто угодно человек с которым вы обсуждаете рабочие деловые вопросы потому что фоновой картой на неделю для вас выпала карта короля пентаклей и даже если взглянуть на линейку карт в центре вашего расклада то все карты выпали довольно таки благополучные даже если расклад рассматривать исключительно по этой линейке то вы не пропадете у многих будет работа будут стабильные хорошие доходы но конечно же у многих есть желание эти доходы увеличить для тех кто в поиске работы не сидите на месте возможность найти работу у вас будет но давайте теперь обо всем и поподробнее то что касается женщин вот эту самую уверенность в себе вам придает мужское лицо то есть мужчина вас в чем-то поддерживает с мужчиной вы можете о чем-то поговорить общий фон событий всей этой недели и мы видим короля пентаклей вот это тот самый второй человек о котором я говорила то есть на начало расклада мы уже видим два мужских лица для мужчин это может быть тесное сотрудничество то что касается денег и человек с которым вы пытаетесь что-то разрешить действительно для вас надежный и вы на этого человека можете рассчитывать для женщин финансовую поддержку может оказать мужское лицо также либо в работе взяла также на что-то может влиять мужчина давайте посмотрим что ждет наши семейные пары для семейных пар выпала карта двойки мечей и карта пажа жезлов два младших арканов низкие вибрации идут по этим картам это говорит о том что в доме много хлопот суеты нервов и конечно это ваши обиды накопившиеся на вашу вторую половиночку потому что по двойке мечей вы закрываете свое сердечко от общения вы как будто бы вообще не хотите общаться и вам просто нужен покой чтобы вас никто не трогал в доме даже находясь у себя в собственном доме вы не находите эмоционального спокойствия ваш партнер не готов мириться с тем что вы молчите или не хотите отвечать или вы его игнорируете и будет всячески вас провоцировать на разговоры но делает это неумышленно не для того чтобы развивать старые ссоры а наоборот для того чтобы решить какие-то имеющиеся проблемы сейчас но из-за того что было раньше вы просто сейчас не хотите общения у тех у кого есть дети могут быть проблемы из-за ваших деток лично для вас то есть вы переживаете за них за их образование за их развитие но в общем-то в доме даже на бытовом уровне хлопот и суеты хватает и просто вы немножечко опускаете руки но вы недолго будете находиться вот в этом состоянии все-таки вы будете анализировать все что с вами происходит и вы понимаете что долго сидеть просто не получится давайте посмотрим что ждет наших свободных водолеев для свободных водолея выпала карта рыцаря мечей перевернутая карта короля жезлов и карта тройки мечей то что касается вашей личной жизни если говорить о женщинах если вы уже на сегодняшний день с кем-то встречаетесь эти карты предполагают то что в этом периоде будут ссоры будет ревность будет эгоизм со стороны мужчины мужчина вас пытается подавлять своим авторитетом он хочет чтобы все было по его это какие-то жесткие неприятные разговоры и мужчина вас просто может доводить до слез поэтому в этом периоде повышенное внимание к своей личной жизни и конечно же не поддаваться на провокации вот этого человека который рядом с вами почему потому что он просто получается душит вас своим авторитетом своими желаниями и своими фокусами своими нервами по тройке мечей здесь все не просто так почему потому что в отношениях может быть кто-то третий как со стороны партнера так и со стороны вас возможно эта ревность имеет под собой основания но споры и конфликты неизбежны если говорить о мужчинах водолеях наших свободных если вы встречаетесь рядом с вами есть женщина вы просто ее отпугнете своим поведением с доводя женщину до слез заставляя ее страдать то что касается рабочих моментов для одиноких здесь тоже к сожалению в этом периоде есть сложности те кто работает если говорить о мужчинах ваша изличная горячность спыльчивость как вы считаете правдолюбие но здесь она переходит уже за рамки нормальных разговоров когда вы с кем-то разговариваете на повышенных могут срываться какие-то договора могут просто разорваться партнерские отношения и в этом периоде из-за чего-то у вас может быть разочарование то что касается женщин снова таки даже если вы работаете ваши мысли будут сосредоточены на мужчине который не дает вам покоя ну это может быть например для кого-то из вас ваш бывший но возможно и в работе у кого-то есть такой руководитель от которого исходит негатив и угроза то есть все ваши проблемы из-за мужского лица конечно не самый благоприятный период для новых знакомств лучше перенести это на более хорошее время если меня смотрят те у кого еще нет второй половинки и с вами в начале мой расклад резонирует давайте теперь все-таки заглянем в сердце в центр вашего расклада и здесь мы увидим основные кармические события которые вы в данном периоде проживаете и основные моменты связанные с работой в центре расклада мы видим практичную карту это 7 пентаклей эта карта материальная и она говорит о том что многие устремят свой взор на заработки на то чтобы зарабатывать больше я вижу вашу трудоспособность трудолюбия усидчивость терпеливость вы на чем-то каждый день трудитесь то есть эта карта может показывать ежедневную занятость но вам хотелось бы зарабатывать больше в любом случае доходы будут но не так много как хотелось бы то что касается тех кто не работает я уже говорила что возможность найти работу у вас есть но скорее всего найти работу вам кто-то поможет из мужских лиц если вы сам мужчина это может быть ваш друг как бывший коллега для женщин два мужских лица у которых вы можете что-то разузнать давайте возьмем все-таки дополнение и для тех кто работает и для тех кто не работает для тех кто работает для вас выпала карта девятки пентаклей однозначно доходы будут и вы сможете увеличить эта карта безбедного существования к вам могут поступать еще какие-то хорошие интересные предложения либо это какие-то бонусы в работе для кого-то это возможное повышение но заработки будут и будут они стабильными то есть по этой карте вы себе повседневной жизни многое можете позволить если говорить о тех кто не работает карта для вас карта влюбленных старший аркан конечно же выбор альтернатива вариантов поэтому без работы вы также не будете если сами включитесь в поиск давайте теперь посмотрим что происходит в доме ваших финансов а в дом финансов выпала печальная карта это 10 мечей несмотря на то что в центре по линейке карт выпали фактически все карты пентаклей все карты материальные это говорит о том что у кого-то могут быть долги или кредиты кто-то должен вам или вы кому-то но не обязательно эта карта может просто говорить о том что в этом периоде у кого-то могут быть большие траты предвиденные или непредвиденные не имеет значения но вы из-за чего-то огорчаетесь вы как будто бы крайне подавлены то есть вы работаете работаете а добиться чего-то вам очень тяжело но для кого-то эта карта может говорить о том что деньги у вас уходят на то что вы пытаетесь поправить либо свое здоровье либо чего-то потому что эта карта показывает человека с энергетическими пробоями и эмоциональным истощением то есть и физическая и психологическая усталость давайте все-таки я возьму сюда карту дополнения для того чтобы ситуацию немножечко прояснить и для вас выпала карта десятки жезлов видите две подряд десятки как бы сами говорят за себя что в вашей жизни вот в этом периоде происходят какие-то переломные моменты просто могут войти в этот период какие-то новые обстоятельства которых вы пока не видите о которых не знаете может быть поэтому потратятся какие-то деньги и будут непредвиденные расходы потому что здесь мы видим человека который тащит целых 10 жезлов это целый ворох проблем да то есть вам нужно разрешить эту проблему эту и еще пять проблем которые рядом стоят то есть проблем хватает возможно поэтому идут такие расходы но что я хочу сказать что по десятки жезлов все-таки вы справитесь вы не будете пребывать в горизонтальном положении даже если кто-то болеет или болел вы восстанавливаетесь то по этой карте восстановление произойдет деньги будут потрачены не зря даже если вы решаете какие-то другие проблемы эта карта говорит о том что тяжело с боем вам придется потратить масса сил но вы справитесь и решите за этот период не одну задачу то что касается тех кто не работает вы на пенсии или смотрите за детьми то эти карты говорят действительно о том что вы очень устали и вам нужна чья-то поддержка не нужно взваливать все на свои собственные плечи постарайтесь разгрузить груз тех проблем которые вы тащите еще с кем-то давайте посмотрим что происходит во внешнем мире на внешний мир для вас выпала карта шестерки жезлов эта карта позитивных новостей эта карта вашего триумфа и успеха во внешнем мире а это говорит о том что вы для многих признанный лидер многие считаются с вашим мнением эта карта также может предполагать и дороги любого характера у кого-то связанные с работой у кого-то связанные просто с тем что вы едете с кем-то увидеться и что-то решить то что касается семейных моментов однозначно в вашей жизни есть те люди которые вас будут поддерживать если вам эта помощь понадобится потому что вы уважаемый человек вы тот человек который уже имеет определенный авторитет но кто-то из вас в этом периоде получит что-то долгожданное то есть для кого-то это что-то материальное для кого-то это важная новость вот подумайте каждый сейчас о том что для вас самое актуально на ближайшее время чтобы вы хотели получить и вот это что-то в этом периоде должно вашу жизнь войти то есть вы свою радость можете поделить еще с кем-то давайте посмотрим на скрытые факторы в этом периоде что поможет или что может являться препятствия для вас выпала карта тройки жезлов 10 пентаклей и карта дьявола старший аркан очень интересная подборка карт даже вот эти три карты говорят о том что без заработков без денег даже если вы не работаете вы сидеть не будете для кого-то из вас это зарубежные коллеги и партнеры почему потому что по тройке жезлов это возможность работать либо на отдалении либо у кого-то работа связана с расстояниями с командировками но откуда так вам идут известия вы ждете этих известий вы долго что-то пытаетесь развивать во что-то вкладываться возможно вам нужно ждать окончательного результата для того чтобы получить нужную сумму на руки здесь есть волнение но деньги вы получите для кого-то это родня или знакомые за рубежом с которыми вы ведете общение ждете для себя вот эту самую важную информацию то что касается рабочих моментов здесь альтернатива выбора однозначно предложения будут и неплохие десятка пентаклей это обеспеченность это безбедная сытная жизнь вы можете помочь кому-то еще из своих близких но многие по дьяволу пользуются вашими деньгами вашей где-то добротой в работе тоже с одной стороны вы можете заработать с другой стороны по дьяволу это непростые взаимоотношения с людьми когда где-то вам приходится идти возможно даже на сделку со своей совестью для того чтобы заработать или вам приходится хитрить вообще эта карта может говорить о том что если вы работаете в коллективе это игры это манипуляции этой интриги вокруг денег это борьба эта конкуренция но по этой карте вы ни в коем случае не должны показывать внешнему миру своих страхов вы обладаете даром убеждения даром красноречия пользуйтесь этим внушайте кому-то то что для вас важно и люди будут делать то что вы им говорите вот такая вот интересная подборка карт но даже если если меня смотрят те кто не работает то здесь какой-то хитростью вы также можете получить деньги от кого-то из близких давайте посмотрим чем для вас завершится этот период на завершение этого периода для вас выпала карта пажа пентаклей карта материальная и она говорит о том что многие из вас и в конце этой недели если будет возможность подработать вы подработаете почему потому что вам нужны деньги эта карта материальных хлопот и суеты для вас важен материальный достаток у кого-то и выходные будут вот такими суетливыми то есть вся неделя такая что особо не расслабишься у тех у кого есть дети вам нужно вкладывать деньги в их образование возможно помочь им в обучении ваши дети нуждаются в вашей помощи если вы сами желаете чему-то учиться развиваться вкладывать деньги в свои собственные знания проходить какие-то тренинги мастер-классы очень благоприятная карта она говорит о том что вы на правильном пути вкладывайте деньги в себя и развивайтесь давайте посмотрим на карту основного совета для вас выпала карта шестерки мечей эта карта вашего интеллекта и анализа и она говорит о том что в какой бы ситуации вы не находились вы не должны что-то пропускать через свое сердце а как бы холодным взглядом со стороны оценивать ту ситуацию в которой вы находитесь и таким образом вы найдете выход вы сможете уйти от каких-то старых проблем от старых конфликтных ситуаций вы в своей жизни что-то будете менять если вы хотите что-то поменять в корне на 180 градусов рискуйте почему потому что эта карта предполагает перспективы шансы возможности которые еще скрыты потому что вы не начали искать но для тех кто рискнет не побоится начать что-то новое карта очень благоприятная она может говорить о том что кому-то из вас нужно просто совершить какие-то дороги куда-то поехать с кем-то встретиться дороги связаны с расстоянием с довольно таки приличным но они для вас будут успешными вот эти самые дороги и вы будете куда-то направляться не один или не одна то есть вы с кем-то куда-то едете давайте теперь посмотрим ответ на ваш вопрос да или нет для вас выпала карта 8 мечей к сожалению ответ нет она говорит о том что на данный период на тот период который вы загадали в отношении своего вопроса будут какие-то обстоятельства которые выше вас вы их пока изменить не можете вам просто нужно ждать и думать как выйти из вот этого тупика давайте возьмем также несколько дополнительных карт из иракула ленорман и спросим что еще вам нужно знать в этом периоде информация общего характера и для женщин и для мужчин как видите расклад у вас получился очень живой насыщенный событиями что важно что как бы ни было тяжело финансово многие из вас будут на плаву то что касается личной жизни и для семейных пар и для тех кто в свободном поиске пока ситуация оставляет желать лучшего но помните о том что все в ваших руках и так несколько карт карта древа карта птиц и также карта луны древо птицы и луна говорят о том что все ваши мысли все ваши нервы сосредоточены на вашем доме на ваших близких карта древо это родовое древо это те люди которым вы привязаны в доме может быть много разговоров обсуждений чего-либо большие переживания по поводу вашего дальнейшего развития в общем но и также семейных моментов здесь еще очень много сплетен вас кто-то обсуждает кому-то не все равно как вы живете если говорить о женщинах то старайтесь прислушиваться к своей интуиции для того чтобы не делать ошибок не слушайте сплетни других людей вам могут давать советы с разных сторон на перебой вы должны действовать так как вам подсказывает ваше сердечко ваша интуитивность если говорить о мужчинах то здесь тоже самое переживание за дом за семью может быть тоже за свою личную жизнь у кого-то эти карты связаны с вашей матерью кого живы родители у кого живы мамы то здесь тоже большое волнение может быть за ее здоровье что-то обсуждается родственниками и в общем то для многих весь май месяц волнительный я все-таки возьму еще дополнительные карты советов для мужчин и карта совета для женщин для мужчин выпала карта рыбок на совет а для женщин выпала карта крыс крыски для женщин говорят о том что в вашем ближайшем окружении очень много энергетического вампиризма когда действительно за счет вас кто-то пытается что-то разрешить люди рядом с вами меркантильные которые думают каждый о себе в любой сложной ситуации каждый потянет одеяло на себя и о вас мало кто будет думать поэтому не стоит помогать всем подряд прежде всего думайте о своем интересе в любом деле неважно семья это или работа как ни странно это звучит для мужчин выпала карта рыбок эта карта говорит о том что многое во первых ваших руках потому что эта карта короля карта мужчины но это может быть еще какой-то мужчина из вашего дома это может быть ваш хороший знакомый или друг светленький человек или как я уже говорила просто родственник этот человек вам также готов в чем-то будет помочь но решаться будут финансовые проблемы я вижу что у вас в этом основная сложность то что касается личной жизни то одинокими здесь вы точно не будете и в личных отношениях вы тоже для себя найдете то что ищете уважаемые водолеи таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько для вас была полезна эта информация я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозах подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться а сегодня всем до свидания а